Семинар, первая часть семинара, посвященная тысяче тридцатилетию со дня крещения Руси и покаяния в Инквизиции. Сейчас начинаю прямую трансляцию на Ютубе. Вот, значит, не, на Ютубе здесь у меня, да, не перепут. Ну, ладно. Две трансляции параллельные. Одна на Ютубе идет, а другая на Фейсбук, на моей официальной, ну, основной странице. Вот, так что, ну, камеру я включаю для чего? Вот сейчас обращаюсь я в записи, получается, да? Еще не включил еще прямой эфир, но для чего? Чтобы из-за скорости интернета бывает слабый, прерывается все, и обрывается бывает. Вот, как сейчас было, допустим, вот, как не влюбленных, я вот писал тоже. Вот, значит, в прямом эфире был сегодня 15-й авоведь, к тому же еще. Вот, и, значит, и, да, пора включаться. А на камеру все пишется. Да, благословение Господних в прямом эфире. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу, Спасителю, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И вот сегодняшний семинар я посвящаю, хотя сегодня вроде, ну, как бы, не совсем в тему, сегодня еще в библейском исчислении 15-й ава, день влюбленных. И, в общем-то, сегодня тема такая, именно любовная тема такая, наша с Господом. Вот эта любовь, это прекрасно. И я просто очень восхищаюсь тем, что... И даже тем, что в Писании говорится об этом, и я даже и трансляцию сделал, вот накануне этого семинара, как раз именно таким образом назвав я, что я принадлежу моему возлюбленному, а возлюбленный мой мне из Писания, из текста Писания. Но 28 июля в календаре нашей Церкви день покаяния. Это, ну, завтрашний день, 28 июля, завтра, получается, да, день покаяния, значит, в Инквизиции церковной, день воспоминания вот этой трагедии насильственного крещения Руси, Украины и Руси. И, знаете, и это такая страшная трагедия, конечно, разыгралась 1030 лет тому назад. Вот, и об этом хочу сегодня говорить. Но сегодня я решил три части сделать семинары, короткие, по полчаса, 30-35 минут, ознакомительные. А более подробные я сделаю уже в воскресенье завтра, послезавтра, извиняюсь, значит, воскресенье на служение у нас. Это кто в Киеве, пожалуйста, приходите на богослужение, и как раз вы более подробно все услышите, и, как бы, примеры услышите. Можем пообщаться, ответим на ваши вопросы, я и наши священнослужители. Здесь, в Киеве, это станция Метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. В 9 утра, в воскресенье, каждое, значит, у нас арендованное помещение, значит, возле станции Метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС. Вот, если я в гугле посмотрю, это УТОС предприятие. Вы проходите через проходную, и лифтом поднимаетесь на четвертый этаж. Вот, желательно не опаздывать, но если вы и задержитесь, ничего страшного, вы свое не потеряете благоставение. Вот, и, значит, до 12 часов у нас там арендное время. И вот это воскресенье, получается, 29 будет уже июля, оно будет посвящено как раз вот этой тематике. Вот, также вечером, воскресенье вечером, вот этот первый день недели, да, значит, творения Божьего, я, значит, собираюсь более подробно эту тему раскрывать в семинаре. Вот, значит, онлайн уже, да, так что смотрите, подключайтесь в воскресенье вечером. А в понедельник утренняя молитва, также, значит, в 6 утра, как обычно, вот, значит, и потом семинар вечером. А в 19.00 начало уже такого публичного семинара, не онлайн, а публичного семинара здесь вот на станции метро Черниговская. Ну, да, да, это в блоге моем об этом подробно рассказывается. Дамы и господа, братья и сестры, вот, пользуясь тем, что начинаю семинар такой, пусть это и коротко, значит, но ознакомительно, я хочу сказать вообще о проблеме, очень серьезной проблеме, значит, в Царстве Божьем, да, о проблеме Божьей Церкви. И эти проблемы, о которых я рассказываю вообще в своих семинарах, лекциях, это не, конечно, не новость никакая, это, ну, будем так говорить, это, думаю, широко известный факт. Значит, и начну, наверное, с Писания лучше, начну с Писания, сегодняшний вечер начну с Библии, с Нового Завета. Я хочу прочесть из Евангелия от Луки. Вот эта история, значит, которая произошла, описана в 9 главе Евангелия от Луки, я сейчас прочту ее в синодальном переводе, я открыл специально, чтобы большинство русскоязычных, значит, христиан пользуются синодальным переводом, вот. И я читаю Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха. Когда же, Евангелие от Луки, 9, 51, и далее по тексту. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. Он же, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот, на этом остановлюсь. И, дамы и господа, братья и сестры, вот один из примеров таких, ну, даже скажу, очень зловещих таких примеров действия уже духа инквизиции в церкви. Хотя церковь еще не родилась, христианство еще не родилось как таковое, будем договорить. Да, церковь Иисуса Христа еще была в зачаточном состоянии, в состоянии, ну, точнее, зародыша уже, развивающегося зародыша, будем договорить. Иисус вынашивал церковь под сердцем своим, как женщина вынашивает ребенка. Иисус вынашивал всех нас, Иисус вынашивал саму идею церкви, царство Божьего, церковь свою, он вынашивал у себя под сердцем. Вот, и роды сами произошли уже на Голгофском кресте. Многие христиане почему-то считают, что рождение церкви произошло в день Пятидесятницы. Это как бы и правда, но, честно говоря, даже с большой натяжкой это назвать днем рождения, ну, невозможно. Вот, значит, днем рождения, именно сами роды, само рождение действительно произошло в крови Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Иисус рожал всех нас. И каждый действительно, если не понарошку, а по-правдушному, возрожденный свыше человек, свое духовное возрождение, вот на протяжении всех этих вот уже там двух тысячелетий, да, без малого, Вот, каждый возрожденный свыше человек, свое духовное возрождение, и я, и ты, если мы возрожденные, то мы свое духовное возрождение связываем с кровью жертвенной Иисуса Христа, с его голгофскими страданиями. И часто в церквях даже поется, ну, я очень люблю евангельский псалом, бывал в аптистских церквях, в Пятидесятнических церквях, там очень красиво поется Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом мессия распят О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен Пойдем перед ним, пойдем перед ним, зайдем на Голгофу, мой брат И вот действительно, когда человек, он как бы умом своим, сердцем своим, сходит на эту голгофу, к подножию креста Иисуса, то от божественной крови Иисуса Христа происходит чудо духовного перерождения, рождение свыше, нового рождения. И это чудесное переживание, которое действительно нельзя ни с чем спутать и, значит, ничем нельзя заменить абсолютно. И каждый возрожденный свыше человек, я повторяю, да, свое духовное возрождение на протяжении этих двух тысячелетий связывает именно с голгофскими страданиями Иисуса Христа, страдания Господа Иисуса. В эти дни перечитывал, как раз, Евангелие, значит, я перечитывал в таком украинском проекладе, вот, и вот здесь даже поставлю такое Евангелие, значит, красивая обложка и перечитывал. Мне очень понравилось именно как раз чтение Евангелия на украинской мове. И тем более, что молюсь сейчас как раз об этом семинаре, вот, и события, которые произошли здесь в Украине тысяча тридцать лет тому назад, значит, они исторические, безусловно исторические и важные очень с точки зрения украинского государства и других стран соседних, в частности России, значит, Белоруссии. И, значит, события, вот, то, что произошли тысячи тридцать лет назад, они действительно очень важны. Вот, из Зальвова привет, шалом, витание Зальвова, Роман, Маркев, благоставляю вас, слава Богу. И знаете, друзья, то, что я прочитал в самом начале, значит, это действительно очень опасная вещь. Евангелие от Луки, я повторяю, Евангелие от Луки, 9 глава, я читал с 51 стиха по 56 стихи. Вот, Иисус вынашивал еще до родов, до того, как Он родил церковь, родил нас, церковь свою, Он вынашивал ее под сердцем. Он давал обещания, знаете, как вот женщина, значит, если она, ну, мудрая, верующая женщина, но она вынашивая ребенка, она его не проклинает, а благоставляет, наоборот. К сожалению, многие очень женщины неверующие проклинают, даже сами того не подозревая. Всячески и физически, и духовно проклинают. Вот, физически проклинают дитя в утробе, значит, курением, пьянкой, блудом, значит, распутством, вот, значит, порнографией, там, чем-то еще там, ну, короче, всяким непотребством. Вот, значит, а духовно проклинают, вот там, не рассосется, вот, мол, значит, там, вот, значит, там, ну, такие слова, которые, знаете ли, нелюбовные слова. Но мудрая женщина, она, если даже не верующая, но она благоставляет, тем более, если она верующая, она действительно имеющая ум Христов, благоставляет дитя, вот, и дает обещания, обетования определенные ребенку своему. Вот, и Библия учит нас тому, что в утробе матери это дитяне, это не часть материнского организма, как говорили в начале 20-го столетия, знаете ли, ученые тогдашние, современные ученые уже признают, что это не часть материнского организма, это действительно самостоятельный человек. Даже учебники по медицине, значит, американские передовые учебники по медицине, они признают именно не родившееся дитя, не частью организма, как раньше, в начале 20-го века, а как отдельного пациента даже, и даже переливание крови делают сегодня уже, вот, в утробе матери, делают некоторые операции, даже в том числе сложные операции на сердце и прочее, зародышу еще человеку, находящемуся в утробе матери. Вот, Библия об этом много говорит, значит, и современная наука это все подтверждает, слава Богу, передавая науку, имя ввиду. Вот, и, дамы и господа, значит, Иисус, как вот та женщина мудрая и верующая, да, Он благоставлял дитя, нас благоставлял, когда мы еще были в утробе Его, духовно, Он вынашивал нас под сердцем Своим, и Он говорил, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, или не устоят перед ней, то есть это будет сильная церковь, не имеющая подна, порога, чего-либо подобного, и врата ада не устоят перед ней. Вот это, да, прекрасное обетование. Но, однако же, Иисус, Он действительно говорил о Царстве Своем, что оно будет распространяться, расширяться, и что Он пророчески предсказывал все, да, что будут очень тяжелые испытания для Царства Божьего, что будут проблемы, но мы знаем, что Его слова верны, и Его слова в том, Его обещание, что Церковь выстоит, выдержит, и не только выдержит, а будет победителем, победителем, слава Богу, потому что Он победитель. Аллилуйя. Так вот, дамы и господа, и вот в то время, когда еще Иисус вынашивал под сердцем, уже тогда дух инквизиции пытался действовать еще как бы в зародыши Церкви. Это среди ближайших людей, и особенно даже неприятно читать в Евангелии от Луки, в этом эпизоде неприятно очень читать то, что, значит, вот те два ученика, которые предлагали сделать такое аутодафе, этот первый инквизиторский процесс такой, это были никто иные, как Яков и Иоанн. Да, да, да. Ой, к позору наших братьев. Но, опять-таки, это написано не для позора наших братьев, а для нашего размышления. И Яков, и Иоанн, я думаю, что до самого последнего дня они помнили о том, что произошло тогда, и они понимали. Иоанн 100%, Яков тоже 100% понимали, они прекрасно понимали. Иоанн, апостол любви, писав Евангелие, потом свои послания, книгу откровений, апокалипсис, наверняка он много раз прокручивал вот то, что, то происшествие, и, наверное, диву давался, что как этот дух нечистый мог вот действовать в них верующих. Ученики Христа уверовали в Господа, как в Учителя своего, Спасителя своего. Да, еще это было до рождения, будем так говорить, духовное перерождение, но Иисус говорил, да, должно родиться свыше, действительно. Вот, но этот дух нечистой инквизиции уже действовал. И вот здесь, в Евангелии от Луки 9, 51-56, в этом фрагменте, прочитанном в самом начале сегодняшнего семинара, очень четко прослеживается, очень четко показывается, вот как это все происходит. Сейчас я просто более подробно буду говорить уже в воскресенье и в понедельник, но хочу, значит, сказать кое-что. Они пришли в село Самарянское. Значит, Самаряне, кто такие Самаряне? Ну, для ортодоксального, да, тогдашнего благочестивого иудея, для православного, ортодоксального, да, православного еврея, это было собрание еретиков, это были еретики, которые, конечно, смешали истинную ложь. И довольно такой был у них очень такой странный микс. Настолько странный, что, знаете ли, благочестивый любой иудей гнушался вообще общением даже, ибо иудеи с Самарянами, написано, не сообщаются. Вот, ну и обоюдно это было, нетерпение такое, нетерпимость религиозная. Вот, то есть, дух инквизиции проявляется, этот нечистый дух, проявляется, когда человек соприкасается с людьми, которые отличаются, пусть даже немного, но отличаются от его понимания веры, от его понимания религии, практики поклонения Богу, служения Богу. Вот, когда он общается, человек религиозный, допустим, общается с другими людьми, своих религиозных, ну, как бы в своем соусе религиозном, да, когда он среди своих, вот именно тех, кто разделяет его понимание, его ощущения, его учения, ну, может не во всем, но в большей части, доктрин, допустим, доктринально, да, вероучений, вот, и практики Богу служебной. Когда среди своих, то этот дух нечистый, бесовский, этот дух инквизиции, он, как бы, сидит себе тихонечко и помалкивает. Знаете, но, как говорится, ткни его, не ткни его, и вонять не будет. Вот, значит, и не поймешь, значит, да, какого духа, да, пока не будет какого-то, ну, вот, испытания. И знаете, когда человек, он соприкасается с людьми, которые по-другому верят как-то, ну, даже и так же, ну, еще у них свое представление, там, намешали они, там, да, они еретики, там, да, там, они там намешали традиции таких не библейских, не божественных, а языческих, оккультных даже, там, и, ну, ладно, они по-другому славят Бога, они в храм не ходят в Иерусалим, да, значит, внушаются даже этим, вот, значит, они поклоняются на горе, там, горе Зим, значит, там, и, ну, ладно, хорошо. И вот это, значит, межнациональное столкновение и межрелигиозное столкновение, оно провоцирует действие этого духа инквизиции. Вот, и, знаете ли, когда, значит, вот ученики, они зашли в село, потому что Иисус послал их перед собой, самаряне за деньги могли, конечно, как вот в других селах, там, принимать евреев, давать им ночлег, значит, нет проблем, но это село было какое-то ортодоксальное такое, самарянское, в своих самаритянских они заблуждения были настолько уперты, что они даже не хотели даже за деньги и никак евреев принимать. Иисус, ну, Иисус еврей, куда он свое еврейство денет, свое еврейское, там, как говорится, лицо, значит, там, и, значит, там, и свою, как говорится, одежду, там, и все. Вот, значит, и потому что в 53 стихе написано, там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ну, типично еврей, путешествующий в Иерусалим со своими учениками, Рэба, тем более, вот, значит, там, да, Равин со своими учениками, да, и самаряне не захотели принимать. Конечно, жалко самарян, вот тех вот, то село мне очень жалко, честно говоря, если так по-человечески, христианину мне очень жалко, потому что наверняка там было много людей, нуждающихся, ну, в исцелении, в частности. Иисус, он целитель, он наверняка бы там, там, многих больных, или даже, может, всех, даже, не знаю, исцелял бы направо-налево, вот, благоставлял бы их, значит, там, значит, да, и из-за своей, вот, национальной гордости какой-то, да, предубеждения национальных, люди эти, этого села потеряли такое благословение, ой-ой-ой, жалко, конечно. Но, что было, то было. И, я скажу так, это не только история, там, двухтысячелетней давности. Некоторые думают, ну, это написано у Евангелия от Луки, там, значит, там, да, значит, это давняя история, но, 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 и сегодня, дамы и господа, и сегодня очень много людей, и даже целые города, и села, и даже целые страны из-за национальных своих предубеждений, из-за вот таких, из-за гордости, будем так говорить, да, из-за антисемитизма, в частности, тоже, теряют такие благословения, огромнейшие благословения, которые они могли бы иметь, но не имеют. Жалко, конечно, но я сейчас не об этом даже, это только как вот один из примеров. Вот, но дальше мы видим, что 54 стих, вот, как бы, уже затеребил этот дух инквизиции. Зуд инквизиторский, как вот, я говорю, обычно, начался у учеников Христовых, зазудело у Якова и Иоанна. Про других не написано, может, они там, как бы, тоже им обидно было, досадно, да ладно. Обидно, досадно, да ладно, как бы, и не надо, как бы, больше нам, мало ли, может, найдем другое село, даже и в поле за ночью, ничего страшного. Костер разведем там. Вот, но Яков и Иоанн, они очень, настолько обозлились. Вот у них вот дух инквизиции проявился. Помните, да, как вот у Матфея в 16 главе, там, когда, значит, там, Иисус сказал, что я создам церковь мою, все, да, хорошо. Вот, и у Матфея там еще интересный эпизод, значит, когда, значит, там, казалось бы, значит, только что там Петру было сказано, что, значит, ты там, значит, там, Петр, там, Кифа, да, значит, там, и на семь камней, ты камень, и на семь камней я создам церковь мою. Значит, ну, там игра слов такая интересная, Петра и Петрос, значит, по-гречески. То есть, это, как бы, немного различные. Слава Богу, Юрий Геннадьевич, приветствую вас тоже, да, Прикотенко, да, слава Богу. И, значит, и, так вот, но они захотели поджечь это село, сжечь. Захотели помолиться так, чтобы сошел огонь и спалил это село. И они знали, что Иисуса просто так не проймешь, и они, значит, там, вот решили, вот, опираться на слово. А про Петра, про Кифу, значит, да, значит, вот игру слов, я говорю, Петра и Петрос, это камешек и камень. Там, говорит, ты камешек или камень, который можно поднять к человеку. И на всей скале, на этой глыбе, которая неподъемна к человеку, я создам церковь мою. То есть, там явно Иисус имел в виду не личность Петра, вот, значит, а, ну, в конце концов, самого себя. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Действительно. Вот, значит, и уже тут же, фактически, значит, интересно, тут же, такое заявление Иисуса. Отойди от меня сатана, Петру, когда тот, значит, быть милостив в себе, Господи, значит, ну, как бы, ну, пожалей себя, пожалуйста, пусть не будет с тобой вот этого всего плохого, что ты сказал. Пусть это все аннулируется, это в ничто обратится. Но Иисус понял, раскусил, кто говорил через него. Вот дух такой нечистый стал через Петра проявляться. Вот, это не лишний раз доказывает, что не на Петре самом строится Церковь Божья, а на личности самого Иисуса. Потому что и Петр чудил, и, значит, там, и этот дух инквизиции через него потом проявлялся в деяниях, помните, Анания Сапфира. Вот, значит, тоже действие духа инквизиции, очень такой четко, ярко выраженный дух инквизиции. Вот, значит, и, так вот, вчера мы об этом говорили, как раз, значит, здесь общались, домашним общением имею в виду. Так вот, значит, и, так вот, и Петр, и, ой, извините, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба? Они видели чудеса, они видели знамения Божьи, и они знали, что есть огромная сила послания Христа, Машеха, что у него есть огромная сила. И сейчас он дал им эту силу, как апостолам своим, посланникам своим. Вот, и они видели чудеса, знамения, больные исцелялись, мертвые воскрешались, прокажен очищались, сверхъестественные чудеса совершались. И вдруг им захотелось и вот здесь чудо, но не чтобы они там покаялись, помолиться, не чтобы они там, значит, исцелились, нет. Чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал, помните, да? То есть они сослались на опыт Ильи Физвитянина, то есть Илья пророк, да, и в его жизни тоже мы видим такой дух, инквизиторский такой дух. К сожалению, когда он там помолился и сжег одного пятьдесятника огонь с его пятидесятком, вот, пятьдесятник в смысле не конфессиональный, как сейчас мы говорим, да, а юридический, будем так говорить, командир пятидесяти воинов. Потом второй пятьдесятник пришел со своим пятьдесятком воинов, он и помолился, и опять огонь спалил и того пятьдесятника, и его пятьдесяток. Вот, значит, но это явно действие духа инквизиции, знаете ли, значит, и он, этот дух нечистый действует действительно в Библии очень много, и в Ветхом, и в Новом Заветах. Вот, но в Новом Завете, вот, самый такой пример действия этого нечистого духа, как раз вот здесь, у Луки 9, 51-56. И вот, но он, обратившись к ним, запретил им, во-первых, он запретил, и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И, дамы и господа, но более подробно я буду говорить позже, не сегодня вечером, сегодня короткие такие у нас эти встречи, получасовые встречи, уже завершаю первую часть, сейчас я, вот, значит, в 16.00 будет еще вторая часть, и 17.00, третья часть, по полчаса пришел, коротенько так вот, вот, ознакомительно. А более подробно я в семинарах своих рассказываю по истории христианства, значит, и буду в воскресенье об этом говорить более детально, и, получается, в понедельник тоже на семинаре. Вот, а сейчас хочу благословить, и пусть каждый из нас знает, какого он духа. Кто духа Христова не имеет, дамы и господа, братья и сестры, тот и не его. Поэтому, для всех, имейте дух Христов, примите дух Христов, утверждайтесь в духе Христовом, погружайтесь в дух Христов. Кто духа Христова не имеет, тот не его, какие бы он рясы не одевал, какой бы он конфессии не был бы. Будь он там протестант из протестантов, православный из православных, католик из католиков, нединаминационный из нединаминационных, сейчас популярна такая волна. Кто бы ни был бы вообще, абсолютно не важно, кто духа Христова не имеет, тот и не его. Вот, и действия духа инквизиции прослеживаются и в Ветхом и в Новом Завете, но также, еще больше прекрасно, скажу так, отмечу, что дух Христов действует во всей Библии, также и в Ветхом и в Новом Заветах. Прекрасно это все выражено, слава Господу. Благоставляю вас, дорогие друзья, благословением священническим. В завершении этой первой части. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа Господа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!